Ой, с вами Плошарка. Сегодня мы расскажем вам о лучших мультах этого лета. Погнали! Я хочу рассказать о новом полнометражном анимационном фильме Олимпикос. Он известен под названием «Приключения царя». В общем, он рассказывает об армянском царе Вороздате и его победе на Олимпийских играх в 4 веке. В музее Олимпийских играх, который находится в городе Олимпия в Греции, Хранилась древнейшая мраморная доска с упоминанием имен победителей Олимпийских игр. Согласно этой доске, в 3094 году царь Великой Армении Вороздат стал чемпионом Олимпийских игр в соревнованиях по рукопашному бою. В фильме есть юмор и приключения. Дело происходит во время Великой Армении. Царь Вороздат получает приглашение принять участие в Олимпийских играх. Для этого он должен прислать своего самого сильного кулачного бойца. Недолго думая, царь решает сам принять участие в соревнованиях, чтобы стать олимпиоником. В Веладу Вороздат отправляется под видом армянского кузнеца. С собой он берет все семейство – жену, тещу, дочь и дакающая аистенка. По стилю анимация напоминает похождение трех богатырей от российской студии Мельница. Но есть и свои особенности. А вы знаете, что полная версия приключения царя на 35 минут длиннее российский кинопрокатный? Я рекомендую этот мультфильм и детям и взрослым. Он получился добрым, колоритным, динамичным и музыкальным. Метри Алиса, я расскажу вам о фильме «Меморской монстры». Жестерность Алиса Крис и Улимаса мы все знаем по известному мультфильму «Муана» и «Город героев». Сирота Мэйси выросла не на легендах о морских чудовищах. Ее родители погибли в сражении. Девочке предстоит познать тайны окружающего мира и вместе с простыми истинными взрослыми. В центре сюжета стоят конфликты между пиратами и морскими чудовищами. «Морской монстр» – один из самых больших проектов в годы стриминга «Неплекс». В этом контуре мультфильма много зрелищных и впечатляющих сцен, а также есть место юмору и серьезным темам, главной из которых стала проблема издумлением представителей флоры и фауны. Через образы морских чудовищ авторы доносят до зрителей важное сохранение экологии нашей планеты и ее жизненной метательности. «Морской монстр» – это лучший фильм этого лета. Всем привет, я Варя. Сегодня я расскажу о мультфильме, включении «Мистера Бемоди» и «Шерми». Мы хотим вас познакомить с классным мультфильмом «Приключения Мистера Бемоди» и «Шерми». Велосьмого режиссера Роба Мюнхо в 2014 году. Мистер Бибоди – бизнесмен, изобретатель, ученый, нобелевский лауреат, гурман, двукратный олимпийский чемпион и гений, который, кроме всего прочего, является собакой. При помощи своего самого неординарного изобретения – машины Вейбек, Мистер Бибоди и его премьерный сын Шерон мгновенно перемещаются в прошлое, где становятся свидетели на самых важных исторических событий и общаются с известными историческими персонажами. Но когда Шерман нарушает правила путешествия во времени, нашим героям приходится вновь отправиться в путь, на сей раз с целью восстановления цепи исторических событий, спасения будущего. Кроме того, Мистер Бибоди предстоит справиться с самой сложной для него задачей – стать настоящим отцом для Шермана. Рекомендуем этот мультфильм всем любознательным детям. Вы сможете посмотреть много историй под остроумным и веселым углом зрения. Мультфильм подойдет взрослым и детям. Что ж, а теперь я расскажу вам про новый мульт «Скуби-Ду при дворе короля Артура». Погнали! Новая порция приключений для подростков про героев любимого многими сериала про группу детективов и говорящего пса. Называется «Скуби-Ду при дворе короля Артура» и вышла в 2021. О чем эта история на этот раз? Компания отправляется в библиотеку, чтобы узнать местную версию древней легенды про короля Артура и зловещую эфирию Моргану. Волшебным образом герои переносятся в темные века, где не предстоит на себе испытать правдивость предсказания. Невая колдунья пытается захватить власть в Камелотте, и королю Артуру нужна помощь наших любимых супер-сыщиков, чтобы спасти трон. Фильм является частью нестареющей франшизы про компанию детективов и неугомонного пса. Библиотфильм о Скуби выходит вот уже на протяжении 60 лет. Студия Warner Bros. каждый год выпускает новый фильм о приключениях Скуби-Ду, но им всегда удается быть свежими и интересными, остаясь при этом верными духу оригинала. Интересные факты. В этой серии выясняете, что Скуби все-таки является датским догом. Роли Артура озвучивает британский актер, специалист по плохим парням, Джейсон Айзекс, известный по роли Люциса Малфея в фильмах о Гарри Поттере. Всем привет, я Юля, и я вам расскажу про фильм Соник 2. Американский анимационно-игровой фильм режиссера Джиха Фаулера основан на серии видеоигр от компании Сега и является продолжением фильма Соник в кино. Серия фильмов о Синни-Жи от компании Парамелло началась в 2020 году и стала одним из последних кассовых хитов до пандемии. Роль изглодия роботников вновь звезда фильма Маска, известный актер Джим Керри. Сюжет начинается с того, как роботник в своем стремлении отомстить быстрому лжу сталкивается лицом к лицу с лихидной Наколазом. Эти персонажи объединяют, чтобы найти и уничтожить Соника, прежде чем перейти к поиску мастер-изумруда, спрятанного на земле. Сонику и в мольбе за то, чтобы победить роботника, и Наколза помогает Тейл. Фильм мне очень понравился. Советую смотреть его взрослым и детям. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!